здравствуйте дорогие друзья на запись этого ролика меня сподвиг один ролик в ютюбе вчера я смотрела к сожалению не смогла его сейчас найти но я расскажу там молодая девушка очень симпатичная по мне так даже красавица полненькая не толстая не жирная полненькая идет по улице и танцует глазки светятся еще она излучает счастье и движение у нее очень пластичные вот я просто засмотрелась а потом я стала смотреть отзывы там такое количество негатива как она вообще посмела она такая жирная она 64 размера если она не похудеет она скоро будет танцевать сидя у нее отвалятся сосуды ей надо идти к психиатру слушайте это какой-то кошмар перед вами картины кустодиева там вообще ни одной худой девушки нет это о чем говорит это говорит о том что худоба далеко не всегда считалось признаком красоты и здоровья если молодая девушка была слишком худой но костлявый до ребра торчат бедренные кости торчат грудей совсем нет такую девушку не брали замуж потому что она либо не сможет забеременеть либо она не сможет выносить либо она не сможет родить и умрет в родах и издревле во всех нациях человеческих и во всех расах считалось что красивая фигура это когда широкие бедра почему потому что такая женщина сможет родить здорового ребенка и не одного это я вам показываю картины кустодиева смотрите и все они называются либо красавица либо красивая барыня смотрите но ни одной нет худой и все симпатичные о чем я еще хотела с вами поговорить вы вспомните советских знаменитых артистов режиссеров ну например фаина раневская вы ее худой помните нет а ее все любят такие уже все должны ненавидеть фу-фу какая страшная какая толстая срочно посадить на диету александр калягин но если кто смотрит и слушает люди молодого поколения может быть его не знают но фильм здравствуйте ваша тетя все помнят там главной роли александр калягин он низенький лысенький и толстенький вы себе можете этот фильм без него представить вы бы захотели смотреть этот фильм без александра калягина и таких примеров очень много людей любят не за фигуру не за лицо людей любят за их талант за их доброту за какие-то человеческие качества если вспомнить эльдара рязанова эльдар рязанов это знаменитый советский и российский режиссер его фильмы не стареют его фильмы смотрят до сих пор уже уже наверное четвертое поколение начало смотреть так вот чтобы вы знали эльдар рязанов никогда не был стройным вообще никогда в него были влюблены миллионы советских женщин за что за его талант за его доброту за его человеколюбие идем дальше а дальше вспомните подумайте о своих родных самых 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 близких мама папа бабушка дедушка вы их любите за молодость красоту и стройность должна вас разочаровать люди болеют люди стареют люди поправляются у людей появляются морщины у людей появляется неприятный запах изо рта даже у самых родных и близких у людей портится характер особенно если у человека неизлечимая болезнь и что если ваши родные теряют свои качества 90 60 на 90 вы что их выбрасываете и себе выписываете новых родных это так не работает вас жестоко обманули и еще вот в том видео с которого я начинала там было сказано скоро эта девушка не сможет танцевать если она не похудеет и будет танцевать сидя а кто вам вбил в голову что худые все здоровые и бессмертные и никогда не болеют и не стареют и не умирают вас обманули и кто вам сказал что полные все поголовно больные вас опять же обманули человек может быть вполне себе здоровым дожить почти до 100 лет и иметь так называемый лишний вес и человек может быть очень худым костлявым и умереть от рака возрасте 30 лет перестаньте судить о людях по их внешности это работает первую минуту когда с человеком знакомишься а кого я считаю красивым вот каких людей я автор этого ролика считаю красивым по мне ничего нет красивей доброй улыбки красивых лучистых глаз излучающих человеколюбие и доброту это может быть и бабушка 60-летняя это может быть и 20-летний человек но если человек внешне красив как говорится глаз не оторвать пока рот не откроет а потом тебе либо с ним не интересно либо тебе противно это этого человека никогда в жизни больше не хочешь видеть жду отзывов на сегодня все пока пока